Таких мест в городе очень мало. В этой рощице уже более 500 лет стоят уникальные деревья – фисташки туполисные. Их еще называют ладанным деревом. Вид занесен в Красную книгу России. В Крыму встречаются экземпляры, которым более тысячи лет. Поросль от старейших фисташек до сих пор живет у родников, на месте средневековых поселений, каким и является хора Херсонеса. Фисташковые сообщества представляют огромную научную ценность, как банк уникального средиземноморского генофонда. Вопрос об охране фисташковых насаждений поднимался еще в середине прошлого века. Уже в 1989 году российские ученые писали – режим охраны фисташников должен быть заповедным, с запрещением всех видов хозяйственной деятельности, кроме научно-исследовательской. Но городские власти так и не сделали это место особо охраняемой природной территории. И сегодня последствия налицо. К сожалению, в Севастополе так и не была проведена масштабная работа по инвентаризации тех земельных участков, которые выделялись во времена Украины. И сегодня мы сталкиваемся с этим наследием. Здесь в этом месте рос лес, ну еще растет лес. Вот начинается метров 200 отсюда на запад, и он рос аж до моря. Это все была верховодка, тут вода близко располагается, это естественный лес. Вот в конце 2000-х захватили землю, вырубили лес возле моря, пытались построить аквапарк, остановили стройку. Так там и есть недострой. А теперь остаток леса начинает разравнивать. Дикость, подлость и невежество не уважают минувшего, присмыкаясь только перед одним настоящим. Мне бы очень хотелось провести вас по тем местам, которые могли бы быть жемчужиной для всех наших экскурсоводов. В которые бы, наверное, все японцы стремились, как в Лувр, для того, чтобы увидеть сокровища не только градостроительной архитектуры Средневековья, но и удивительный парковый ансамбль. В редакцию нашего телеканала обратились неравнодушные севастопольцы. Несколько дней назад в роще началось планирование земельного участка. Славьи поют тут по ночам. Ну, такими темпами взялись за стройку этой земли, что еще несколько месяцев леса не останется. За какое время они разровняли участок? Вот участок мы сейчас видели, тысячи квадратных метров, они за два дня вырубили, и еще пару дней, и уже там все насыпали, разровняли. Очень быстро стройка ведется. Представители застройщика охотно пошли на контакт и представили весь пакет документов. Судя по ним, строить действительно можно. Позже появились и сами владельцы земельного участка. Здесь были заросли кустарников, ежевики и камыша. Больше ничего здесь не было. Пройти невозможно было. Дебри. Мы обращались, мы вызывали лесника сюда. Он нам определил одно дерево, но оно нам не принадлежит, оно только по границе это дерево. И все. Просто он сказал, здесь просто заросли, пожалуйста. И не только мы. Мы обращались во все службы. Мы просили порубочный лист. Нам сказали, ну, мы вам предъявили, наверное, документ уже. Пункт 10, где если мы приобрели участок, мы на своем участке можем срубать все, что нам мешает под застройку нашего дома. Принятое постановление правительства в 2014 году на сегодняшний день, с моей точки зрения, в Севастополе нецелесообразно и, мало того, вредно. К сожалению, во времена Украины земельные участки выделялись вместе с произрастающими на них краснокнижными растениями. И сегодня они находятся под реальной угрозой. И сейчас застройщики, ссылаясь на этот закон, фактически говорят о том, что они без компенсации могут вырубать любые, даже тысячелетние деревья. Этому дереву повезло. Владельцы земельного участка, прежде чем начинать строительство, получили консультацию у лесников. Фисташка не пострадала. Проданы все. Вот здесь 10 участков по 10 суток. Они все проданы. Все будут застроены. Сохранятся ли остальные деревья – вопрос совести других застройщиков. Его считали священным деревом. Вообще к нему относились как к чему-то божественному. Поэтому то, что здесь сейчас происходит, даже варварством назвать нельзя. Это чудовищное преступление, потому что роща сохранилась до наших дней. И не тронули ни фашисты, ни татары, понимаете, не сожгли. Все в природнадзоре по телефону нас заверили, что во время планирования участка краснокнижные деревья не пострадали. Но, по словам Регины Матвеевой, с каждым днем экология этого кусочка Севастополя нарушается. Из-за строительства древняя подземная река уходит, а бухта круглая милеет.